Сергей, Ангелина, Саша и Полина – родные братья и сёстры. Без родительской опеки в детском учреждении они всё равно остаются дружной семьёй. Полина в ней самая младшая, но и самая любознательная творческая натура. Мечтает танцевать и петь на большой сцене. Правда, немного боится телекамеры. У меня есть мечта стать звездой. А вот в библиотеке сразу забывает о съёмочной группе, увлекается чтением. Матросская шапка, верёвка в руке. По словам воспитателей, с буквами она знакома давно. Даже старшую сестрёнку уму-разуму учит. Подходила и знакомилась с картинками, потом с буквами. Потом уже научилась составлять слоги вот эти. И всё научилась читать. Многие замечают интеллект хрупкой девочки. А рост её напротив, ниже среднего. Полина почти перестала расти из-за тяжёлой формы искривления позвоночника. Врождённый кифосколиоз врачи диагностировали ещё в годовалом возрасте и рекомендовали операцию. Деформация прогрессирует, сдавливая внутренние органы. Необходима операция. Операция позволит восстановить опорную функцию позвоночника и избежать опасных осложнений. Жаль, что врачи медцентра пока не располагают квотой на высокотехнологичную медпомощь по диагнозу Полины. Бесплатно операцию можно будет сделать лишь в 2021 году. Но повреждённый позвоночник каждый день причиняет ребёнку боль. И если дальше откладывать операцию, деформация внутренних органов и нарушение работы сердца неизбежны. О таких проблемах совсем по-взрослому рассуждает старший брат Полины. Она плакала, я её успокаивала много раз. Это было. Уже давно это было. Ну, хочу, чтобы сделали мои сестрёнки операцию. Не дожидаясь очереди на предоставление квоты, помочь Полине мы можем все вместе. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Одно сообщение обойдётся в 75 рублей. Кстати, 100 тысяч на операцию уже внёс социальный фонд «Соек регионам». Осталось собрать ещё 705 тысяч рублей. Перечислять средства можно и другими способами. Все подробности на сайте Росфонда. Елена Штылина, Артур Наливкин, Вести Приморье.